Я бы хотел сказать, во-первых, большое спасибо за поддержку нашей телезрительницы. Во-вторых, я хотел бы рассказать про тот вопрос, который ставился мною дважды на голосование. И дважды он не набирал голосов по поводу котельной, которую хочет себе сделать Национальный университет имени Петра Могилы. И, ну, скажем так, люди хотят заниматься энергоэффективностью своего учреждения, но им не дают депутаты. Ну, разве это не, скажем так, тот вопрос про дороги? Хочу сказать, что меня иногда вообще, честно говоря, пугает позиция оппозиционного блока, депутатов оппозиционного блока, которые просто в своем непонимании темы просто дробят, губят классные проекты. В частности, проект по третьему роддому, проект от Невко, который мы должны были получить кредит Невко, и они его не узгодовали, говоря о том, что у нас деньги лежат на депозите, а мы берем кредит Невко для того, чтобы его реализовать. И тут говорится о том, что здесь простая математика. Деньги на депозите у нас лежат по 21%, а кредит нам дают по 3% гривни. Кроме того, там еще есть грантовая составляющая, которая перекрывает все эти проценты, и еще часть кредита, то есть деньги от E5P, которые бесплатно даются в качестве гранта. То есть непонимание темы, и как раз вот эта вот дурость, и нежелание делать городу лучше, оно как раз и приводит к тому, что город страдает. И иногда, вот мне кажется, что депутаты оппозиционного блока, у них такая позиция, чем хуже в городе, тем лучше для них. Поэтому я не хочу переводить в политическое русло, но самое главное, что иногда вопрос энергоэффективности натыкаются на стену непонимания депутатского корпуса со стороны, в частности, оппозиционного блока. Не хочу всех объединять, но в частности, оппозиционный блок, который я очень надеюсь, и я рад, что выдвинул оппозиционный блок депутата Амельчука в качестве заместителя, что я готов пойти на это для того, чтобы город начал работать в направлении энергоэффективности, а не натыкался на это глупое блокирование из-за политических амбиций.